Президент США Джо Байден во вторник вёл широкий запрет на предоставление убежища мигрантам, незаконно пересёкшим границу США и Мексики. Для него это важный шаг в преддверии ноябрьских выборов, которые определят хозяина Белого дома. В соответствии с новым правилом, мигрантов, пойманных на границе, могут быстро депортировать либо вернуть обратно в Мексику. В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что исключения будут делать для детей без сопровождения, людей для здоровья и безопасности которых есть серьёзные угрозы, а также для жертв торговли людьми. На пресс-конференции в Белом доме Байден заявил, что убежища по-прежнему будут предоставлять мигрантам, которые зарегистрировались на приём через приложение CBP-1 или использовали другие законные пути для получения легального статуса. С мексиканской стороны у пограничного перехода Сан-Исидро прохожие сомневаются, что запрет – хорошая идея. «Эти люди в основном приезжают сюда, чтобы грабить, совершать преступления, убивать, заниматься контрабандой наркотиков и многим другим, чего не следует делать. Если бы они приезжали в нашу страну, чтобы честно работать, делать что-то для своей семьи, то было бы нормально». Именно иммиграция поддерживает экономику Соединённых Штатов. Многие из мигрантов выполняют работу, которую никто другой не хочет делать. Я думаю, что им следует ограничивать только тех, кто приезжает сюда, чтобы совершать преступления. Согласно статистике, уже более недели в среднем ежедневно на границе США и Мексики задерживают более 2500 нелегальных мигрантов. При этом в апреле среднее количество арестов на границе составляло 4300 в день.